Хорошие! Как всегда, начинаем мы прямой эфир по решению колористических задач с вопроса о том, как меня видно и как меня слышно. Отсвечивает, не отсвечивает? В прошлый раз мы с вами говорили о том, что отсвечивает. Сейчас я попробую еще свет включить дополнительный, и вы мне напишите, как лучше видно. Вот так вот, как сейчас видно. Хорошо, нехорошо? Напишите, пожалуйста, мне, и ждем, пока все подтянутся. Ждем несколько минуточек, потому что, сами знаете, некоторые там входят, какие-то проблемы с интернетом. И начинаем с вами решать задачи. Вы помните о том, что у нас с вами прошел большой тренинг. Я уже говорила, те, кто с нами не был, это около 30 астрономических часов, то есть полных часов. Очень длинное занятие, очень долгие. Но, девчонки, все молодцы, выдержали. Вот, за что я очень благодарна. Теперь осталось только сделать мне домашнее задание, отправить его на проверку и получить свой сертификат заслуженный. Так что напоминаю вам о том, что жду от вас решения домашнего задания. Не забывайте об этом. И так как мы с вами в прямом эфире, я вам все время говорю, что мы можем любую вашу задачу решить, разобрать. Задачи, которые вы считаете трудными, мы можем с вами все расписать, и вы будете дальше знать, как уже действовать в этой ситуации. Я думаю, что это не единичная проблема, если кто-то мне напишет. Это проблема массовая. Просто стесняются писать. Так что давайте сегодня уже серьезно поговорим. И давайте попробуем еще с вами, что мы с вами не делали. Мы берем с вами просто красители для того, чтобы мы нейтрализовали, либо мы тонировали. Мы попробуем еще составить красители, потому что же у нас не все красители существуют в палитре. Например, мы с вами работаем, когда мы сейчас с вами решаем задачи, мы с вами уже говорили. Мы решаем на языке эстель, да, то есть цифры эстель. Потому что это самая как бы распространенная у нас с вами краска, совершенно доступная для всех. И мы решили брать за основу цифры от эстель. Но каждый работает, конечно же, на своем бренде. Я тогда вам напомню, вы мне, пожалуйста, напишите, как меня видно, как слышно, потому что никто пока мне не написал этого еще. Я вам напомню, что обозначают у нас с вами в эстель цифры. Я себе, естественно, это уже давно выписала, потому что мы с вами говорим на языке брикмахера. То есть говорим на языке цифр. И вы должны сразу же просто сообразить, кто с нами первый раз. Те, конечно же, запишите себе, пожалуйста, эти цифры, кто не работает на эстель. Потому что будем говорить цифрами. Ноль – это у нас с вами натуральный. Один единица – это у нас пепел. Два – это зеленый. Запишите себе, пожалуйста. Дальше три – это золотистый. Четыре – это медь оранжевый. Дальше пять – это красный. Шесть – это фиолетовый. Семь – это коричневый. Коричневый имеется в виду шоколадный. Конечно же, там коричневый, как вы помните, состоит так же, как и натуральный, из нейтрализованных цветов. То есть взаимонейтрализованных. Вы извините, у меня, к сожалению, непредвиденный ремонт. Этого я не знала, но вот здесь дополнительный шум будет идти. И я извиняюсь как бы заранее, но тут ничего не поделаешь. Мы друг с другом не состыковывались. Они не знают, что я сегодня работаю. Так, значит, и коричневый шоколадный, он немножко другой коричневый шоколадный. В нем все видно, все слышно. Хорошо, отлично, спасибо. И коричневый шоколадный, он немножко отличается от коричневого натурального. Но, на мой взгляд, в нем содержится немного больше меди, чем в натуральном цвете. В натуральном больше все-таки это холодные, более нейтральные цвета. Вот, поэтому коричневый и шоколадный мы принимаем как закоричневый, но вы просто для себя имеете в виду, что в шоколаде чуть больше меди содержится. Это, скажем так, на будущее в работе, когда вы будете применять шоколадные оттенки и потом неожиданно получать для себя все-таки медные какие-то нюансы цветовые. Вы должны сразу понимать, что вы их изначально должны тогда заглушить, чтобы получить именно такой, скажем так, горький шоколад. Так, и 8 – это у нас с вами разбавленный фиолетовый. Что такое разбавленный фиолетовый? Мы с вами говорили о том, что фиолетовый – это насыщенный, да, у них фиолетовый под цифрой 6, а 8 – это половина фиолетового, то есть более размытый, то есть добавлено больше белого цвета. И, как правило, вот этот вот у нас с вами размытый фиолетовый, да, то есть половина фиолетового на уровне восьмерки, Она применяется только на блондах, да, потому что там более светлая база. Вы не увидите вот эту вот восьмерку, конкретно в эстель имеется в виду, вот этот разбавленный фиолетовый, в темных, потому что там ее просто нет, она достаточно слабая концентрация маленькая. Ну вот, мы с вами немного поговорили, и теперь дальше приступаем к задачам. И, пожалуйста, мне пишите задачи, которые мы хотели бы с вами решать. Ну и так как я в прямом эфире, вы не забывайте ставить лайки, то, что вам нравится, не нравится. Не забывайте, опять же, комментарии. Те, кто первый раз на меня попал, подписывайтесь. Ну это, как всегда, динь-динь-динь-реклама, то, что просит у нас Ютуб все время как бы говорить. Поэтому я вам говорю. Значит, про тренинг я вам оставлю все в описании внизу. Перейти по ссылкам можете. Ага, отлично. Привет, Маргарита. По ссылкам в описании под видео вы всегда перейдете на обучающие курсы, которые на площадке GetCourse. Там много и стрижки, там теперь уже колористика, там филировки. И там же я загрузила, собрала в одном месте вот эти бесплатные тренинги, которые у нас с вами были, бесплатные вебинары насчет стрижек, мастер-класса по стрижкам. Там тоже есть бесплатные, чтобы не листать мои плейлисты, вы можете там тоже посмотреть длинные. Привет, привет. Всем привет еще раз. Так, ну все. Давайте приступим к решению задач. И еще раз я как бы говорила о том, что мы закончили с вами тренинг, поэтому задачи у нас теперь сложные должны быть. Мы с вами прошли и седину, да, прошли и спецблонды, поэтому мы с вами можем все всегда как бы теперь совмещать. Мы владеем теперь большим спектром, да, наших знаний и можем в любой ситуации применить это. Кстати, я вам выставила задачу и говорила про то, что кто правильно ее решит, я на ютубе выставила и вам, девчонки, в ссылках прислала, в рассылках, те, кто со мной учился на тренинге. Ну что-то пока мне никто ответ не дал на эту задачу. Вы помните, там, если вы правильно ее решите, эту задачу, я сделаю для вас подарок. Вы выберете любую стрижку, которая у меня на площадке GetCourse представлена. Так что давайте решение, я жду от вас. Так, ну а мы сегодня переходим все-таки к разбору наших задач. Пишите, не стесняйтесь. Пока вижу, что вы мне не пишете. Давайте тогда я начну, а вы тогда уже подхватите. У нас, как всегда, сегодня два эфира с перерывом. Первый эфир вот в 11, второй в час. Ссылки я вам внизу везде указала. То есть вот под вот этим прямым эфиром тоже ссылка есть на второй прямой эфир. Вы можете, чтобы не потеряться, сразу же везде быть. И плюс еще, по-моему, как это называется, когда текст выставляешь на ютубе, в сообщениях, что ли, я не знаю, как там это называется, в сюжетах, вот, или в записях, там тоже две ссылки на прямые эфиры. Это чтобы вы меня не потеряли и пришли на второй эфир на наш. Давайте с вами теперь решать задачу. И сегодня мы с вами должны немного усложнить ее, да. Пока ничего не пишете. Будем тогда сами. Буду сама вам писать. Значит, у нас с вами, допустим, натуральная база пятерка. Да? Натуральная база пятерка. Ну, у нас с вами есть седина. И седина у нас с вами где-то будет. Седина, ну, допустим, сорок процентов. Сорок процентов. Она хочет... Пускай будет желание у нее. Желание она хочет, как всегда, холодный цвет, а то, может быть, даже и чуть-чуть с розовинкой. Да, допустим, какие у нас с розовинкой цвета бывают. Какие-то шестьдесят пятый, наверное, да. Так, это фиолетовый. Розовый блонт, да. Вот она хочет, например, девять шестьдесят пять. Вот такой вот цвет она хочет. И значит, у нее что с длиной? Давайте с вами решим, что у нее с длиной. Длина у нас... Так, давайте у нас... Ну, хорошо, пускай будет. Длина у нас идет с вами... Пускай сначала у нее будет восемь-три. Так, чуть-чуть пониже надо мне написать. Видите, здесь я не умещаюсь. Длина у нее идет, значит, восемь-три. Да, помните, это у нас с вами такой вот волос, как всегда. Восемь-три. Дальше у нас будет девять-три. И конец у нее десять-ноль-три. Ноль-четыре пускай будет. Нет, чуть-чуть даже в медь ушла. Например, она у нас побывала на даче. У нее там вода, которая ржавая. И вот она чуть-чуть ушла у нас в медь. Пускай вот такая вот будет у нас задача сегодня. И нам надо с вами определиться, что мы решаем первым делом. Какие-то есть? Привет-привет. Какие-то есть у вас идеи и соображения, что мы с вами делаем? Давайте участвуйте в процессе разговора. Я люблю, вы знаете, когда вы со мной, и я вижу, что вы действительно работаете. Не я за вас решаю задачи, а вы мне помогаете. То есть это вы решаете задачи, наоборот, а я вам помогаю. Давайте, пишите. Какие у вас идеи? Натуральная база пятерка. Желание у нас с вами девятка. Девять-шестьдесят пять. Седина у нас сорок процентов. И длина у нас, опять же, неровное полотно. От восьмерки до десятки. Переходит полотно. Нам надо девять-шестьдесят пять с вами. Какие у вас идеи? Что мы с вами должны рассмотреть под первым пунктом? Да, давайте думать. Здесь можно решить двумя способами. Подсказку сделаю вам. Можно решить с помощью порошка. И можно решить с помощью спецблонда. Давайте мы с вами теперь это все рассмотрим. Два варианта решения задачи у нас. Ну, я сделала вот желание у нас с вами, видите, на девятке. Но следующую рассмотрим, например, допустим, на восьмерку. Потому что на девятке это прозрачные цвета. Все-таки там, получается, есть и фиолетовые, есть и восьмерки. А нам надо еще с вами взять какой-то такой уровень, например, лучше, чтобы желание было восьмерку. Чтобы потом в итоге нам смешивать красители. Ну, попробуем сейчас с вами это все сыграть. Так, никто мне не пишет. Ну, давайте я вам подскажу тогда. Все внимательно слушают. Давайте я вам расскажу. Значит, первое решение задачи у нас с вами, помните, я вам подсказала, что у нас можно проработать спецблондом и можно сделать порошком. Самое простейшее, это, естественно, работа у нас с вами со спецблондом, да? Потому что мы с вами должны будем обесцветить пятерку, то есть нанести на корни. Да, первое у нас с вами обесцвечивание. Обесцвечивание. Это пять, да? То есть натуральной базы пять. Да, на уровне пятерки. Да, мы какое-то время с вами высидели и нанесли на восемь-три. Так, осветляем порошком на девяти процентах. Танюша, скажите мне, пожалуйста, мы работаем с вами с порошком на коже головы девяти процентным оксидом. Работаем ли? Ответьте мне, пожалуйста. У нас с вами натуральная база пятерка, а значит, это у нас кожа головы, то есть это отросший корень. Потому что вот здесь у нас с вами, вот здесь вот пятерка идет, вот в этом месте. Работаем ли мы с девяти процентным? Давайте с вами напишем, с каким процентом. Значит, у нас обесцвечивание натуральной базы идет. Да, значит, у нас порошок плюс процент какой-то оксида. Давайте с вами напишем. Так, я имела в виду, по длине отступают от корней. Смотрите сюда, пожалуйста, Танюш. Мы с вами должны осветлить всего лишь восьмой уровень, да? Отступая по длине от корней, я согласна. Но мы сейчас в данный момент рассматриваем корни у нас с вами, да, там, как правило, до двух сантиметров. Сейчас я не усложнила вам. И когда мы с вами выбираем оксид, мы с вами должны понимать, что наш оксид на девятом уровне, да, у нас осветляет на два тона. Это я говорю про длину, вот здесь, на два тона. А нам надо осветлить с вами, да, на сколько тонов. Поэтому давайте с вами писать сюда. Значит, первое вот у нас обесцвечивающий порошок. Мы нам надо осветлить до девятого уровня. Считаем, на сколько тонов. Значит, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вы помните, что, чтобы нам получить с вами более чистый цвет, мы должны подняться до десятого уровня. То есть нам надо осветлить на шесть тонов. Ну, пять с половиной, скажем так. Потому что, вы помните, чтобы нам не засветлить корень, нам надо пять с половиной тонов осветлиться. Это получается, приблизительно, опишу, да, пять с половиной тонов нам надо осветлить. Поэтому пять с половиной тонов, вы понимаете, это много. Но спецблонд может сработать у вас. Потому что у нас седины здесь 40%. То есть почти половина. То есть мы со спецблондом, следующее с вами решение задачи, посмотрим. Значит, натуральную базу с трех процентом. Ангелин, смотрите, давайте так. Мы можем трех процентным работать. Можем. Но вы будете сидеть полтора часа. Я вам не рекомендую просто, да, сидеть столько времени. Если вы, конечно, получаете по часовую оплату, то вы можете сидеть и три часа. Можете и с полутора осветлять. Но просто вам говорю из практики. Да, я работаю с шести процентом на коже головы. Что нам обязательно как бы разрешено. То есть именно разрешена работа с кожей головы с шести процентным. Можно с трех процентным. Но, к сожалению, медленно работает. Вот у меня, например, на это время нет. По правилам колористики, порошок правильно даешь. Корни осветления на шести процентном идет. То есть это разрешено именно технологами, именно самим брендом и рекомендуется работа порошка на коже головы с шести процентными. Вот. Потому что можете с трех процентов, можете и четыре с половиной. Но вы имеете в виду, чем тоньше волос, тем пигмент у нее хуже, жестче. И вы будете более долго осветлять. Особенно, когда вы, например, допустим, работаете с детьми. Кто был у меня на колористике, знают, я всем сказала, что работа с детьми, особенно с мальчиками, у них более стойкий пигмент. И вы будете дольше по времени сидеть. Вы подумаете, а ребенок осветлит ребенка, это значит, нам надо все-таки более слабый оксид. Но пигмент там более стойкий. Там еще не сформированный пигмент. И поэтому получается, что мужчин осветлять детей, особенно мальчиков, очень сложно. И вы будете сидеть еще дольше. Вот, поэтому мы с вами все-таки берем 6% с порошком. Нам надо осветлить с вами на пять с половиной тонов. Правильно? Поэтому мы берем порошок. Разведение у нас какое будет? В какой пропорции разведения? У нас с вами одна часть порошка, две части будет оксида. Это классическое разведение. Не один к одному, а один к двум. Вы можете туда, для того, чтобы, например, не, скажем так, немного пощадить волосы, добавить туда кератин, либо хек. Это две препарата, которые не тормозят процесс. Если вы добавите туда маски, если вы добавите туда плексы, то, соответственно, у вас процесс будет тормозиться. То есть вы выбираете такой продукт, который не будет вас тормозить, но будет иметь защиту. А защита у нас работает? Девочки, напишите мне, кто со мной был на тренинге. Сколько минут защиты работает именно в порошках? То есть вот эти все уходовые компоненты, сколько минут работают? И вообще работают ли? Вот в чем вопрос. Поэтому мы с вами, когда пользуемся порошком, мы с вами вообще не рассматриваем седину. То есть нам, когда мы с вами работаем порошком, нас седина не интересует, потому что мы с вами обесцвечиваем. И мы седину с вами не выковыриваем никак, чтобы покрасить. Она у нас равномерно рассеяна. У нас здесь мы с вами про очаги не говорим. Она у нас равномерно рассеяна. И поэтому мы с вами просто наносим, сидим, положенные наши там 50 минут. Но посмотрите по... Именно когда вы немножко проверите, ковырнете пальчиком, вы можете краситель донаносить. Вы помните, чтобы у вас процесс шел лучше, потому что подсыхает наш порошок на коже головы, потому что тепло идет, и порошок подсыхает. Вы помните, что у нас, когда краситель вступает в реакцию с окислителем, что у нас происходит? Выделяется от амарной кислорода, то раскладывается и вода. Поэтому вода испаряется от тепла, и порошочек начинает подсыхать. Поэтому вы можете в какой-то момент донанести еще порошок. То есть свежий состав, либо может быть тот, который у вас остался в миске, просто как бы чуть-чуть освежить процесс. Не забывайте, что на ранее осветленные волосы мы с вами аккуратно очень наносим. Вот, значит, здесь мы с вами нанесли порошочек. Вы помните о том, что у нас с вами не все еще. Мы с вами здесь можем высидеть время, и как бы все замечательно. Но у нас с вами есть следующий этап. Видите, 8-3. А раз мы с вами делаем порошочек, то мы с вами через 20 минут наносим на 8-3. То есть порошок, порошок плюс какой-то процент оксида. Наносим мы с вами вот на эту часть. Мы можем наносить с вами, опять же, новый состав, либо состав, который уже у нас постоял. Разница в чем? Если мы с вами делаем новый состав, то мы с вами уже наносим с другим процентом оксида. Потому что, как работают у нас порошки, где у меня порошок обесцвечивания, вот оно у меня. Вот смотрите, мы с вами эту табличку писали. Она у вас есть на нашем гет-курсе. Вот эта табличка. Что у нас здесь дается? Мы с вами пишем, что у нас, что 3%, что 6% за 20 минут осветляют на 2 тона. Понятно? Поэтому, так как этот волос был ранее окрашенным, мы с вами можем развести 3% оксид и аккуратно уже нанести эту зону. То есть мы с вами порошок с 3% оксида через 20 минут наносим сюда. И у нас время выдержки от вот этой первой пряди. То есть здесь мы с вами сокращаем время. У нас более светлое. Смотрите, здесь нам надо 5,5 тонов, а вот здесь нам надо с вами сколько? Всего лишь 1,5 тона. Почему 1,5? Потому что нам дальше надо положить с вами более чистый цвет. Нанесли сюда. Нам надо 1,5 тона с вами осветлить. Дальше мы с вами идем где-то уже на 50-й минуте, на 40-й минуте, на 45-й минуте. Идем в моечку и стягиваем краситель вот сюда, чуть-чуть раздвигаем. Помните, я вам говорила, что у нас есть обесцвечивание на воде. Можно делать это как смывочку. Вы порошочек немножко подтягиваете вот сюда, потому что нам здесь надо всего лишь разрыхлить нашу кутику, нашу краску вот эту. И чуть-чуть, только на полтона как бы приподнять. Поэтому мы с вами стягиваем порошочек, уже вот здесь эмульгируем, стягиваем сюда, подчищаем здесь на последние там 5-10 минут. Вы будете смотреть в моечке, сколько вам надо, аккуратно работаете вот с этой зоной. Она уже, видите, у нас десятка, она уже засветленная. Сюда нам ничего стягивать не надо. Поэтому мы с вами очень хорошо прорабатываем только вот эти окрашенные зоны. когда мы с вами это третий момент в мойке, да, в мойке, в мойке 9-3, да, то есть вот здесь, нам здесь с вами всего лишь надо полтора тона, не полтора, а полтона. И мы с вами получили в итоге цвет, который мы называем 9,5, да, он скорее всего 9,5-3 будет, либо 9,5-0-3. Все зависит от того, как быстро у вас ушел вот этот краситель. То есть мы с вами, я вот этот сейчас сотру, вы себе это все записали. Мы с вами получили, значит, в итоге, когда мы все эти манипуляции с порошком сделали, получили 9,5-0-3. пускай будет 3. Здесь у нас 9,4, правильно? То есть у нас с вами получилась база вот эта, да, вот это у нас база с вами 9,5-3, а это 10,04. Что нам надо следующим этапом сделать? Это у нас с вами четвертый получается этап. Пишите, что нам надо сделать. Мы с вами почистили базу, у нас получилась с вами прекрасная база, которую мы можем спокойно нейтрализовать и получить цвет, который мы с вами хотим. Видите, у нас такой он розовый здесь. Но будьте аккуратны. Давайте с вами думать, почему надо быть аккуратными. никто пока мне не пишет. Давайте пишите, девчонки. Следующая формула у нас, что мы с вами делаем. После того, когда мы получили вот этот уже чистый цвет, видите, у нас на концах мы с вами не трогали, и здесь у нас с вами получился цвет. А нам надо с вами что? Девять шестьдесят пять. Что нам надо теперь сделать? Нам надо затонировать волосы. Затонировать волосы, учитывая, что у нас здесь золото. А так как девушка наша хочет розовый, а в розовом содержится что? В розовом содержится у нас красный. Что может случиться, если вы не продумаете заранее? У нас жёлтый плюс красный. Что получится? Медь. Правильно? То есть нам с вами обязательно перед тем, как наносить вот этот розовый цвет, нам надо продумать ещё с вами нейтрализацию. И эту нейтрализацию надо обязательно учитывать вот в этом нашем оттенке. Значит, мы с вами пишите мне, что берём, какой процент оксида мы берём, какой краситель и что мы с вами добавляем туда. Помните, у нас здесь на выходе получилось золото, здесь получилось у нас, она хочет шестьдесят пятый, розовый. Мы с вами берём полуторапроцентный оксид. оксид. Вы помните, что нам осветлять здесь нечего. Мы с вами получили вот такую хорошую базу. Мы с вами осветлили хорошо. Мы с вами берём полуторапроцентный оксид. Дальше. Плюс мы берём с вами наш цвет. Она же хочет девять шестьдесят пять, девять шестьдесят пять. И плюс, что нам ещё надо взять? Нам надо взять ещё нейтрализаторы. Да? Нейтрализацию нам надо сделать. Мы с вами можем сделать нейтрализацию каким цветом? Пишите мне, пожалуйста, девчонки. Хотелось бы с вами обратную связь иметь. девять. Что нам надо ещё добавить в краситель, чтобы в итоге мы получили девять шестьдесят пять. Вы прекрасно знаете, что девять шестьдесят пять на девять три, на девять с половиной три не ляжет чистым розовым цветом. Он у нас чистым розовым ляжет только вот сюда, потому что здесь десятков он осветление светлее. У нас с вами девять с половиной три не ляжет. Он уйдёт у нас и будет немного другим он не будет розовым он будет какой-то с рыжинкой почему потому что у нас с вами трешка и фиолетовый видите он у нас с вами нейтрализуется один другим и на выходе у нас с вами останется видите красноватый то есть не розовый вообще ни разу не розовый у нас с вами розовый может получиться только на чистый лист бумаги вот идеально можно положить когда чистый лист бумаги и чтобы нам без довести до чистого листа бумаги нам обязательно надо сделать нейтрализацию например вы можете взять например что мы можем с вами взять холодные да мы можем взять с вами какой у нас есть сейчас я скажу вам какие у нас цвета здесь есть например допустим 916 можем взять можем взять или там 966 можем взять пишите да нет ответ мне напишите пожалуйста какие еще у нас краю красители есть кстати вот 966 нету у нас в палитре можем сделать кстати 966 у нас есть только 1066 и 866 полит я посмотрел у меня палитра просто лежит здесь вот видите я смотрю палитру вот она можем сделать 966 конечно можем мы можем с вами смешать краски здесь понятно почему я так написала или непонятно давайте вам пока расскажу 916 у нас с вами все таки либо 16 либо 61 а есть у на 61 сейчас я посмотрю либо так 61 у нас нету у нас есть там 18 еще но более разбавленной видите у нас с вами когда мы возьмем вот этот у нас уже будет изначально холодный цвет мы с вами вот этих 916 немножко еще иметь вот здесь почистим да можем отлично значит 916 у нас уже изначально такая нейтральная база будет и поэтому на эту нейтральную базу 965 так как это розовый а розовый у нас все-таки считаются более холодными цветами у вас на 916 ляжет сюда но мы с вами например да так далее больше уверенности можем сделать еще 966 как мы делаем 966 я вот здесь вот напишу давайте чтобы вы это видели мы с вами берем 1066 866 один к одному даму прибавляем один к одному и у нас получается с вами 966 один к одному то есть например если нам с вами немножко надо да совсем его но вы можете как бы взять один например как одному один к одному потому что у нас с вами уйдет на нейтрализацию наши вот трешечки здесь 965 у нас потом ляжет просто чистым цветом а вот этот вот 966 и 916 вы можете сделать на нейтрализацию то есть смотрите нам надо с вами будет вот это мы с вами решили что вот это у нас будет один к одному для того чтобы все таки почистить нашу трешечку а здесь еще почистить вы здесь вот медь который у нас капелька есть как сделать 966 вот здесь я вам написала вы видите мы смешиваем здесь тоже один к одному и получаем 966 мы с вами взяли один к одному ну например допустим в граммах как это будет выглядеть а значит соответственно здесь у нас 20 грамм допустим здесь у нас 10 грамм и здесь у нас 10 грамм один к одному видите 20 грамм 20 грамм вот это у нас как бы общее число которое мы с вами делаем нейтрализацию и следующий вопрос нам надо сюда еще все-таки для перестраховки добавить антижелтые линии можете добавить антижелтые антижелтый можете добавить я вам уже говорила он хуже никогда не сделает но очень хорошо нейтрализует все-таки а вашу трешку то есть золото и таким вот образом у нас с вами получилось 40 значит у нас здесь 80 грамм нашего оксида можете сюда кстати вот это вот в окрашивании можете что делать вы можете делать как цветовую баню то есть вы можете тонировать прямо на влажные в мойке так как мы с вами хорошую нейтрализацию заложили у нас с вами будет хороший оттенок розовый но вы помните о том что более яркие более сочные цвета все получаются у нас на сухие волосы вот первое решение задачи когда мы с вами делаем через порошок и мы с вами седину не учитываем вот мы с вами расписали теперь нам надо с вами расписать как работать если мы будем с вами работать со спецблондом кто знает напишите мне что мы сейчас с вами будем делать как мы будем решать эту задачу неактивны у меня сегодня девочки давайте-ка активней занимайтесь со мной потому что мне хочется чтобы вы включали голову давайте с вами думать теперь по поводу спецблонда мы с вами говорили о том что мы с вами работать можем спецблондом и у нас спецблонд тоже осветляет даже косметическую базу на один там два тона помните сколько я вам говорила да у нас специальные есть сейчас я вам покажу расцветляющие цветовые бани можете использовать либо я здесь с собой не взяла не взяла но в общем то я вам все это давала так я вам все это давала что спецблондами мы тоже можем осветлять наши базы которые уже ранее крашеные волосы то есть наши косметические базы мы тоже с помощью спецблонда можем рассветлить пропорция смешивания у нас с вами один там к четырем один к трем один к двум все зависит от надобности то есть на сколько тонов нам надо осветлить один к двум это соответственно самая мощная смесь осветляет у нас она до четырех тонов и соответственно чем больше оксида тем мощность слабее потому что вы скажем так наш спецблонд закисляете то есть вы добавляете больше окислителя а значит тем самым разбавляете мощность щелочи и соответственно окисление вернее простите осветление проходит меньше да менее сильно слабей поэтому мы с вами теперь думаем по поводу спецблонда нам надо с вами засветлить помните рассветлить нашу натуральную базу на уровне не на уровне а до на пять с половиной уровней то есть на пять с половиной пунктов потому что нам надо с вами дойти где-то до девяти с половиной так как она хочет девятку и соответственно помните я вам говорила что фон осветления работы красителями и фон осветления после работы порошками разный соответственно у нас с вами если мы работаем с вами порошком у нас фон осветления более яркий вот у нас с вами фон осветления более яркий вот такой как правило фон осветления получается при работе с порошками когда мы работаем с вами красителями у нас получается фон осветления более натуральный то есть например допустим на на девятом с половиной он будет коричнево-желтый он не будет такой вот он такой какой-то размытый желтый не интенсивно желтый более спокойный но все равно желтенький вот поэтому вы тоже как бы это должны учитывать что фон осветление у нас с вами отличается если мы работаем красными и тогда мы работаем с вами порошками всем понятно вы мне пишите да нет либо плюсики я вижу по ходу что вы мне пишете чтобы я могла дальше идти если нет еще объясню девчонки реагируйте пожалуйста на меня задавайте вопросы мне просто нужно нужно обратная связь а так я понимаете как будто сама с собой разговариваю вас никого нет со мной отлично спасибо давайте теперь спец блонд начинаем соображать вспоминаем сразу вспоминаем как мы подбираем с вами спец блонд какой спец блонд нам нужен здесь давайте вспоминать так а у нас кстати где опять сейчас я достану спец блонд у меня была здесь карточка со спец блондами вот она наша карточка со спец блондами так но у нас здесь видите нету с вами ничего такого зелененького у нас с вами только холодные цвета или холодно-фиолетовые пепельно-фиолетовые ну значит будем с вами решать отлично да спасибо рит спасибо люб что вы меня слышите а вы меня теперь скажите пожалуйста по поводу нашего спец блонда мы с вами должны какой взять вот у нас с вами наша палитра наша эстель палитра какой же нам спец блонд взять чтобы наша пятерка осветлилась на пять лишних тонов какой нам вот здесь вот взять вы увидите да давайте с вами разберем если вы все забыли то фон осветления пятерки говорите мне пожалуйста какой давайте я вам покажу сейчас вот так вот вот так видно фон осветления пятерки все вспоминаем и тут же у нас с вами сразу же есть нейтрализация да какой нам надо с вами брать поэтому вспоминаем те кто со мной не был и те кто со мной был вспоминаем на тренинге еще раз напомню реклама значит у нас с вами фон осветления как я вам уже сказала пятерки это какой оранжево-красный пятерка у нас с вами оранжево-красный оранжево-красный это у нас с вами будет мы же с вами решили в цифрах сорок пятый сорок пятый фон осветления у нас с вами оранжево-красный натуральная база значит соответственно какой нам надо с вами выбрать нам надо с вами выбрать чтобы сделать нейтрализацию должен какой пигмент содержать краситель спецблон какой должен содержать пигмент в себе значит соответственно медь это у нас что синий правильно и этот у нас с вами зеленый Зелёная трёшка, по-моему, да, у нас? Сейчас, секунду, посмотрю. Да, зелёная трёшка, всё правильно написано. А, золотистая, зелёная двойка, простите. Двойка. Двенадцатый. Смотрим, есть ли у нас такой здесь двенадцатый, а такого у нас и нету совсем, видите? Значит, соответственно, нам его надо с вами сделать. Синий, зелёный. Синий, зелёный, правильно. Отлично, Ириша. Нам надо с вами как раз синий, зелёный. Вот мы с вами его и написали. Но синий, зелёного у нас с вами нет, видите? Ну, нету его. Где его взять? Поэтому мы с вами берём что? Мы с вами берём сто шестнадцатый, правильно? Сто шестнадцатый. Это спецблонд. У нас он содержит усиленный синий и ещё чуть-чуть фиолетового. А зелёный мы с вами должны добавить. И добавить мы с вами можем его с помощью чего? С помощью микстона, правильно? Микстона. С помощью микстона зелёного. Он, например, у нас ноль двадцать второй. Мы должны его сюда добавить. Правильно? Двадцатый микстон. Да, двадцатый микстон зелёный здесь. Да, но этого нам ещё мало. Когда мы с вами добавим, правильно, то, соответственно, мы что сделаем? Мы сделаем только лишь нейтрализацию. А нам-то надо изначально сделать цвет чуть-чуть похолоднее. Вы помните, да, о том, что у нас, и то, если вы добавите его, он у вас не будет холодным. Нужно ещё много чего добавить. Поэтому давайте я вам уже говорила, что у нас с вами, когда мы берём... Здесь же нам же ещё надо оксид, правильно? Двенадцатипроцентный. А у нас с вами холодные цвета не любят высоких процентов. Помните все об этом. И, соответственно, у вас всё вот это съестся. Да, здесь у нас синий содержится, но здесь ещё содержится чуть-чуть фиолетового. Вы помните, что это, естественно, плюс, да, как если бы у нас был чистый краситель. Но в данном случае фиолетовый у нас здесь. Фиолетовый немного нейтрализует. У нас зелёный ещё. Почему? Потому что фиолетовый содержится красный. Простите ещё раз за шум. Ничего сделать не могу. Содержится красный. Красный с зелёным тоже немного среагирует, да, и у вас получится более нейтральный. Но на выходе, так как это двенадцатипроцентный оксид, вы получите всё равно жёлтый. Понимаете? Потому что у нас с вами высокий процент, и он у вас просто съест вот этот вот холодный, вот эти вот тона, которые мы с вами добавили. Поэтому сюда нам надо, по правилу какому, пишите, мы рассчитываем нейтрализацию. Ещё плюс сделать усиление цвета, да. Вы не забывайте, что, как всегда, мы добавляем наш любимый антижёлтый. Правильно? Антижёлтый обязательно мы добавляем. Потому что у нас с вами уже пойдёт, когда двигаться к восьмёрке, там уже не останется вообще никаких нейтрализаторов. У нас с вами будет чисто жёлтый, а нам надо, чтобы продолжало работать. Плюс нам надо с вами добавить ещё синего, правильно? Чтобы сделать на выходе хоть чуть-чуть нейтральный цвет, потому что двенадцатипроцентный окислитель просто съедает всё. Добавить плюс синего. Синего у нас с вами 0,11. А я вам уже говорила, что многие бренды имеют уже готовые, там, сине-зелёные или зелёно-синие микс-тона. Чтобы вам не смешивать и не высчитывать количество, вы можете взять просто отдельно уже готовый нейтрализатор, да, то есть микс-тон. Отдельный микс-тон. И просто рассчитать его по правилу. По какому правилу? Можно осветлить и лишь пятый уровень. Можно. Многие у нас производители заявляют о том, что они могут осветлить с пятого УГТ. Многие производители это заявляют. Но мы сейчас с вами разберём вот эту задачу. Смотрите дальше. Мы с вами добавили ещё одиннадцатый. Это синенький, да, добавили, значит, антижёлтый, добавили зелёненький. И у нас с вами, да, на сто шестнадцатом получится как раз вот прекрасная картина. Мы с вами на выходе получим, ну, если честно, наверное, получим восьмёрку. Где-то мы с вами получим восемь три, грубо, восемь три. Ну, в лучшем случае восемь ноль три. Мы с вами на выходе получим вот такую вот штуку. Восемь ноль три. Но вы не забывайте о том, что у нас здесь тоже восьмёрка идёт. Мы с вами, помните, здесь разводим один к двум. Вы мне не написали по какому правилу. По правилу двенадцать. Отлично, молодцы, умнички. Мы с вами, естественно, нейтрализацию рассчитываем по правилу двенадцать, потому что у нас с вами здесь двенадцатипроцентный оксид, и нам надо больше добавить микс тонов. И плюс нам надо добавить ещё микс тон, не забывайте, для усиления цвета. То есть мы с вами рассчитываем, да, нейтрализатор, нейтрализатор, нейтрализатор. И плюс ещё добавляете сюда, накидываете усиление цвета. Вы не забывайте, одно с другим идёт. Вы поймите, что здесь двенадцатипроцентный оксид. Здесь у нас нужно сильно осветлить, да, волосы. И вот поверьте мне, просто из практики, что осветляет плохо. Понимаете, мощности у красителей, не у всех есть мощности. Максимально, что можно выйти, если волос всё-таки такой, скажем, не сильно толстый, можно выйти до девятки. Здесь у вас в чём плюс? Вот смотрите сюда. Мы с вами наносим краситель, у нас здесь седина сорок процентов. Так как сединой почти пятьдесят процентов, вы, скорее всего, выйдете даже восемь с половиной. То есть почти к девятке выйдете. Потому что у нас с вами седина, половина волос осветлять не надо. И они, когда вы высушиваете, будут чисто визуально казаться светлее и холоднее. Потому что седина в себя берёт все холодные пигменты. Седину осветлять не надо. А у нас её ровно половина, вот между нашей пятёркой. Понимаете? Это даст нам большой плюс. Вот те, кто был, я уже выставила вам со спецблондами с сединой видео. А те, кто не был со мной на тренинге, я выставлю это позже чуть-чуть. Вы увидите, как работать с сединой, и вы увидите, какие получаются результаты. Я там два видео коротеньких сделала вам и выставлю ещё. Поэтому вы, конечно же, следите за новостями, которые у нас здесь будут в Ютубе. А те, кто на тренинге, уже может сейчас посмотреть. Я вам выставила, где вот у нас с вами прошёл урок по спецблондам. Там уже у вас есть. Напишите, те, кто видел это, поставьте мне плюсики. Кто уже видел вот эти вот уроки и просмотрел вот эти рецепты, которые я вам дала. Вот. Значит, дальше. Значит, у нас с вами мы вышли в восемь с половиной ноль три. Но нам этого всё равно мало. Теперь скажите мне, пожалуйста, нам надо делать дальше второе решение задачи. Помните циферку два? Потому что мы здесь ещё сделали не всё с вами. Мы с вами вышли всего лишь к восьмёрке, а нам надо выйти к девятке. Чё делать? А давайте-ка вспомним с вами, что у нас существуют цветовые бани. Да, это раз, расцветляющие. Второе. Мы с вами можем спецблондам поднять ещё выше. Это два. А в-третьих. У нас с вами есть тонирование. Тонирование разрешено. Можем с вами, например, допустим, тонировать волосы. Вот сюда взять девятипроцентный, например, оксид. Добавить в порошок спецблонд. Отличное решение, Ириш. Вообще, мне кажется, даже это будет идеальное решение. Тогда мне надо, может быть, какие-то думать другие пункты. Вы тогда просто спецблонд, когда наносим мы с вами сюда, но вы не забывайте, тогда вот то, что мы с вами написали, микс-тона, это всё убираем. Почему? Потому что у нас с вами порошок съедает все оттенки. Мы с вами давайте тогда сделаем ещё одно. Это будет у нас третье решение, вариант третьей решения вот этой задачи. Но давайте мы с вами сейчас уже дойдём всё-таки до второго пункта вот нашего второго решения задачи. Значит, у нас с вами, мы здесь вот это всё сделали, вышли восемь с половиной три. И мы знаем, что когда мы тонируем волосы, мы с помощью оксида можем ещё поднять наш фон осветления. Можем? Можем. При тонировании, соответственно, мы с вами вторым решением, вторая часть второго решения, я сейчас вот это вытру, чтобы нам с вами записать дальше. Смотрите сюда. Значит, вторая часть у нас решение задачи. У нас с вами получилось на корнях, где была пятёрка, восемь с половиной, ноль три. Дальше у нас восемь три. Дальше у нас девять три. И дальше у нас, ну, десять, вы уже поняли, да, по длине. Вот это вот наше полотно волос. Получилось. Что нам надо сделать? Мы с вами прекрасно знаем, как работают у нас окислители. Мы знаем, что у нас с вами, да, шести процентный поднимает на два тона, девятипроцентный поднимает на три тона, а мы с вами на восьмёрке. Правильно? Поэтому, соответственно, если нам надо с вами сделать светлее, светлее, то мы с вами берём для тонирования. На корне мы берём шесть процентов. Плюс. И теперь давайте думать, что нам надо взять в плюс. Это у нас тонирование вторым этапом. Мы же с вами вывели, вывели. И теперь у нас с вами тонирование вторым этапом идёт. Шесть процентов берём вот на эту зону. Правильно? Потому что нам здесь надо поднять, да, ещё, ещё выше. Но давайте же думать, что же нам с вами взять. Мы помним, что шести процентный – это тоже достаточно высокий оксид. И, соответственно, холодные цвета он тоже будет есть. Он, ещё раз напомню, холодные цвета не любят высоких процентов. У нас с вами на полуторке получаются идеально ложатся холодные цвета, потому что нет процесса осветления. Как только у нас идёт процесс осветления, значит, что все наши холодные цвета уходят на нейтрализацию, на работу именно для того, чтобы нейтрализовать. Поэтому какой мы с вами должны взять тогда здесь краситель, чтобы получить 9.65? Пишите мне свои варианты, пожалуйста. Какой мы с вами должны здесь взять краситель при тонировании именно вот этой вот зоны, как вы понимаете, чтобы получить 9.65 на выходе. Мы с вами осветляем, как вы видите, эту часть. И давайте думать по поводу красителя. У нас с вами существуют красители. Сейчас я посмотрю, что у нас есть. Этого слабовато. Где у нас шестёрки? Так, значит, смотрите. Нам надо по логике... А что-то я не вижу никаких тут шестнадцатых. Есть вообще такие здесь? 9.16 у нас есть. А, есть 9.16, например. Значит, соответственно, мы с вами должны, чтобы получить 9.65, что взять? Нам надо с вами нейтрализовать, да? И плюс ещё добавить холодненького для того, чтобы получить 9.65. Поэтому, чтобы мы получили 9.65, нам надо опять же взять с вами 9.16, правильно? Потому что у нас с вами здесь жёлтого много, нам надо захолоднить. Плюс взять 9.16, значит, фиолетовый, да? 9.66, вы помните, как он делается. И плюс 9.65. То есть вот за счёт этого мы с вами получим, в какой пропорции нам это надо брать, чтобы осветлить, да? Эти два цвета у нас уходят на нейтрализацию, этот потом ложится сверху. Ага. Саглар, привет! Если мы возьмём 9.60 чистый на этот, у нас не получится. 9.65. У нас не получится вот такой вот цвет на выходе. Его нам надо взять как дополнительный цвет, именно чтобы он уже наложился на нейтрализованное полотно. Вы помните, что у нас 6% оксид, он у нас начнёт осветлять, да, на 2 тона. И как раз вот этот уже сверху, когда мы сделаем нейтрализацию, у нас ляжет чистенько. Плюс ещё микс тона, какие нам нужны. Да, микс тона, как всегда у нас с вами, что идёт на заглушение? Это антижёлтый, да, антижёлтый, обязательно в большом количестве антижёлтый, для того, чтобы нам сделать нейтрализацию, чтобы цвет вот этот лёг у нас хорошо. И дальше. Смотрите, когда мы с вами говорим об этом, у нас с вами здесь ещё есть одна, да, задача. То есть нам надо с вами здесь покрыть и вот это перекрыть, да, ещё вот это. И вот это тоже надо перекрыть, вот эти два. Помните, когда по полотну мы работаем? Что мы с вами делаем? Здесь у нас 9,5-3, а вот сюда нам надо оксид. Какой? Полуторапроцентный, потому что здесь нам осветлять ничего не надо. У нас здесь база, и даже вот это 0,4 нас мало беспокоит, потому что мы кладём цвет темней. В цвете темней содержится пигментов больше, чем в цвете 10. И поэтому нас вот эта десятка, в общем-то, мало беспокоит. Если вы как бы переживаете за неё, то у нас с вами здесь можно добавить ещё чуть-чуть 16, да, для того, чтобы нейтрализация у нас с вами ушла. Да, потому что здесь у нас есть ещё, видите, рыженький цвет. Но не забывайте, что здесь волос может быть ещё очень сильно пористым. Да, конечно, Ириш, на сухие волосы. Потому что 6% на влажные волосы у нас, во-первых, не будет красивого цвета, да, у нас не поднимет и разбавится оксид до 3%, то есть пополам. А нам надо поднять с вами на 2 тона. Если нет антижёлтого, какой можно добавить корректор? Мы с вами тогда добавляем вместо антижёлтого. У нас с вами там есть фиолетовый, да. Фиолетовый я тестировала. Посмотрите, фиолетовый в эстель. Он ничего, он содержит фиолетово-синий цвет. Неплохой, да, можете его добавить. Но вообще, как бы, всё в доступе. Вы можете просто купить из других брендов те микс-тона, которые уже готовые. Понимаете? Вам просто проще будет с ними работать. Вы на каждый случай уже имеете микс-тон. Вам не надо смешивать между собой там фиолетовый плюс зелёный, чтобы получить вот этот вот нейтральный оттенок, более холодный. Понимаете? У нас здесь задача всё-таки розового. Если вы добавите фиолетовый и зелёный, у вас получится дальше серый. Помните, да, потому что у нас фиолетовый содержит красный. Красный нейтрализуется зелёным, на выходе остаётся синий. То есть получается более холодный цвет. Вам надо розовый. Розовый, он между холодным и между тёплым, да. То есть получается, что там розовый цвет. Он идёт такой вот всё-таки между. Он не совсем ни холодный, ни тёплый. Ирина, да, в эстелле нет этих цветов, микс-тонов. Я как раз про это и говорю. Я говорю просто про то, что вы колористы. Вы имеете полное право для своего, скажем так, удобства работы, чтобы вам облегчить ваш труд. Просто приобрести эти микс-тона. Вы смотрите, вы же работаете дома. Дома. Вы работаете в салоне. Ваш директор салона всегда пойдёт, я думаю, к вам на уступки. Почему? Потому что, ну, сейчас просто гораздо проще. Понимаете? Работать стало. Вы не придумываете, не изобретаете велосипед. За вас уже всё придумали. Понимаете? Пользуйтесь этим. А те бренды, которые ещё не догнали, они всё равно это сделают. Вот когда сделают, тогда и будете пользоваться именно одной линейкой. А сейчас пользуйтесь всем, что есть. Потому что это вам просто будет гораздо легче сделать. Да, рассчитать один микс-тон гораздо проще, чем рассчитать миллион микс-тонов. Понимаете? А вам надо для этого, для этого, для этого. Попробуйте всё-таки. Я вам рекомендую. Купите. Они продаются в разных брендах. Вы смотрите, они продаются и пепельные. Они продаются антижёлтые. Их много. Продаются сине-зелёные, зелёно-синие. Даже я уже, посмотрите, я протестировала в Constante Light G1 и G2. Они там, смесь идёт, есть. Там они, в Constante Light, смесь идёт три части синего и три части фиолетового. Они просто очень удобны. Это всё зависит от того, что у вас именно на фоне осветления есть. Понимаете? Они просто уже готовы. Зачем изобретать велосипед, если за вас уже всё посчитали? А вам надо просто правильно добавить. Я вам рекомендую, а вы смотрите сами. Поэтому то, что я написала антижёлтый, естественно, значит, это у вас будет фиолетовый микстон. Опять же, не забывайте, мы с вами рассчитываем фиолетовый именно по правилу. Почему? Потому что если вы сделаете фиолетовые корни, то совершенно фиолетовый – это у нас не розовый. Да, тоже вот будьте аккуратны, обязательно правильно рассчитывайте. И, значит, у нас с вами третье решение задачи. Вот у нас с вами надо 10.04 и 9.3. Да, нам надо с вами дальше продолжить. Значит, мы берём полтора процентный оксид. Правильно? И берём с вами чистый цвет 9.65. И смотрите сюда. Мы с вами наносим на полотно. Мы с вами нанесли на полотно здесь. Нанесли до середины. И нанесли вторым вот этим цветом, опять же, вот так. Видите? То есть у нас перекрывается два цвета. То есть у нас 9.3 будет состоять из смешанного цвета. Из вот этого и этого. Поэтому 9.3 получит уже на выходе 6.5. Какой процент окислителя получит? Быстренько мне напишите. И для чего нам это надо? Для того, чтобы здесь у нас с вами содержатся нейтрализаторы. Здесь у нас окислитель посильней. Здесь окислитель послабей. 6 плюс полтора. Сколько у нас с вами будет окислитель? Он у нас будет где-то в районе 4%. Правильно? Где-то в районе 4%. Что даст нам возможность 9.3 ещё поднять. Да, хотя бы на полуровня. Понимаете? Поэтому мы с вами наносим вот этим составом вот так. А вот этим составом мы с вами наносим вот так. И у нас с вами тогда получается ровное осветление. Да, но я вам начала говорить по поводу вот этого. Смотрите, девочки мои, значит, если здесь волос убитый, сильно пористый, то, соответственно, у вас краска будет проседать вот на этих концах. Ну, просто реально будет проседать. Что вы в этом случае делаете? Во-первых, вы могли бы сделать лечение между, да... Вот мы с вами первым пунктом сделали спецблонд. Правильно? Мы с вами можем полечить волосы. То есть мы с вами можем сделать на основе липидных масок туда всякие ингредиенты добавить для того, чтобы восстановить структуру волоса. За счёт этого на концах у нас напитается, то есть у нас минусы поменяются на плюсы, и у нас проседания цвета не будет. Но вы, когда нанесли цвет, и вы будете смотреть по поводу того, насколько у вас проседает или не проседает оттенок. Если вы видите, проседает оттенок, то помните, я вам говорила, вы можете сделать с бальзамом, да, либо с маской. За счёт этого у вас, опять же, не будет проседания цвета вот здесь вот на концах. Но только если у нас бальзам-маска, то помните, я вам давала рецепты, немного меняем процент. Потому что маска у нас останавливает. Если вы развели чистый и видите, переоседает, берёте бальзамчик и сразу же на концы наносите. Прямо сразу немножко наносите на эти концы, которые у вас получились сильно пористые и забирают в себя цвет. Для того, чтобы приостановить реакцию. Поэтому вот этот вариант вы тоже себе пометьте на заметку, что мы можем уже поверх красителя, чтобы остановить реакцию, нанести либо маску, либо бальзам. Прямо поверху на концы, где у вас начинается переоседание. Немножко нанесли, и вы будете уже видеть, как у вас дальше идёт эта реакция. Вот, значит, это у нас с вами два решения задачи. И ещё... Так, кто мне ещё тут предложил? Эстель, так, что там? Ай! Не вижу. Кто-то мне предложил с порошком сделать. Сейчас мы с вами рассмотрим. Вот, добавить порошок. Ириша предложила. И у нас с вами появилось третье решение этой задачи. Давайте я это, опять же, всё убираю. Вы это всё просмотрели со мной. И у нас с вами третье решение задачи. Когда мы с вами используем, усиливаем наш спецблонд, усиливаем с помощью порошка. Так. Значит, у нас с вами будет первое решение задачи. Значит, нам надо с вами пятёрку поднять на пять с половиной уровней тона, как мы уже говорили. Мы берём спецблонд. Ещё раз напомню. Как только мы с вами добавляем порошок, то что мы берём краситель в спецблонд совершенно без пигментов. Не тратьте краситель с пигментами, они всё равно у вас не сработают. Мы с вами берём... Так, Ириша писала. Ириша, напиши мне, сколько я должна добавить порошка к спецблонду. И как называется наша с вами э-смесь. Так, значит, у нас с вами не порошок, а спецблонд. Мы берём с вами пустой спецблонд тысячный плюс порошок. Порошок и плюс двенадцатипроцентный. Почему двенадцатипроцентный? Потому что нам с вами поднять надо на много уровней. Я жду от вас количество порошка. Мы, например, допустим, берём тридцать грамм порошка. Ой, простите, спецблонда. Плюс сколько порошка и плюс сколько у нас сейчас я сосчитаю. Отлично, умничка. Плюс три грамма, да? На три, на умничка. Вот что, значит, человек занимается. Прям ценю. Так, три грамма. И сколько нам надо с вами окислителя? Соответственно, считаем 33. И, значит, здесь 66. Почему? Потому что здесь у нас порошок. Порошок тоже содержит персульфаты. И, соответственно, нам надо обязательно его учитывать. Поэтому двенадцатипроцентный оксид мы берём из расчёта 66, вернее, 33. 33. Здесь содержатся щелочи, здесь содержатся щелочи. У нас с вами увеличивается концентрация. Значит, соответственно, увеличивается пропорция смешивания с оксидом. Соответственно, что мы с вами получим на выходе? Мы с вами на выходе получим прекрасный 10, 10, 3. Мы с вами получим 10, 3. Это у нас будет равно 10, 3. Поэтому, когда мы с вами говорим про корни, мы не забываем о том, что вторые действия мы с вами должны нанести на зоны. Помните? Вот сюда и вот сюда. Помните? И мы с вами поочерёдно. Здесь нам на полтона надо поднять. Правильно? Чтобы нам с вами выровнять базу. Поэтому мы с вами через... Сколько у нас там? Надо на два тона, да, поднять здесь? На полтора, как я написала, да? Значит, здесь мы с вами берём этот порошок и через... Делаем с нашим... Со спецблондом смешиваем. Это называется у нас паста 60 грамм порошок. Саглар. 60 грамм порошок – это куда? У нас с вами мы решили сделать третье решение задачи. Мы с вами чисто порошком проработали в первом решении. У нас вот эта задача имеет три решения. Вот мы с вами, когда работаем первое решение порошком, потом просто тонирование. Второе решение у нас спецблонд и тонирование. И третье решение – спецблонд с порошком. И, соответственно, у нас после этого будет опять же тонирование. Но мы с вами первым этапом нанесли на корни, но нам этого мало. Так, в теорию знаю, но на практике страшно. Не будет ли ожог? Не будет ни разу. Смотрите, у вас здесь всего лишь 3 грамма. У вас здесь еще спецблонд. Да, спецблонд мы работаем с 12%. Дальше. Когда мы добавляем в спецблонд порошок, у нас что с вами получается? Паста, да? Мы, соответственно, она не проходит вглубь волоса. Я вам говорила, если вы хотите еще плюс как бы защитить, то вы можете добавить туда хэк, я уже говорила, если эстелевский, и кератин. Кератин работает и с порошком, и со спецблондом. И у вас будет еще какое-то хотя бы, хотя бы первые 20 минут, вы мне не написали, первые 20 минут идут уходовые, да, компоненты. Все-таки чуть-чуть ухода есть. То есть у вас отодвигается ваше, скажем так, вот это вот воздействие на волос плохое воздействие. Потому что первые 20 минут у вас защищается. А через 20 минут у нас мощность нашего состава ослабевает уже. Да, мы с вами уже говорили, что первые 20 минут у нас активно работает на осветление. А через 20 минут уже ослабевает. Поэтому, когда первые 20 минут у вас вы добавили туда уходовое, это оксид, я поняла, 66, это окислитель. Да, правильно, мы написали, вот 12-й процентный. И, значит, соответственно, здесь мы вышли 10-3. Поэтому через 20 минут мы с вами можем вот эту же смесь, да, наносить уже на 8-3. И еще через 10 минут на 9-3. И получается высиживаем оставшееся время. То есть дальше мы с вами наносим на 8-3. И дальше на 9-3. И высиживаем оставшееся время. Помните, мы с вами говорили, время выдержки. Конечно же, мы можем сидеть. Общее время выдержки до часу 30. Да, час 20, час 30. Вы смотрите по надобности. Как правило, с порошком у вас усиливается процесс осветления. Поэтому вам вполне достаточно будет и где-то около часа. Поэтому мы здесь досиживаем с вами время. Это мы наносим через 20 минут. Это мы наносим еще через 9. То есть это мы наносим через 30 минут. Вот так. И у нас останется с вами высидеть грубо 20-25-30 минут. Что мы с вами и подчистим базу. После этого третьим этапом мы с вами, конечно же, должны что сделать? Посмотреть на фон осветления, который у нас с вами получится. Сделать, возможно, лучше сделать, конечно, все зависит от финансовых возможностей вашей клиентки. Сделать лечение. В лечении вы можете заложить сразу препигментацию. То есть вы можете заложить туда и препигментацию, и нейтрализацию, кстати. С помощью вот как раз лечения. Как мы можем с вами это сделать? Мы уже говорили, с помощью прямых пигментов. Вы вообще реально можете сюда положить прямые пигменты. И получите потом на выходе как бы красивый цвет. Вы можете заложить туда препигментацию, нейтрализацию с помощью прямых пигментов. А прямые пигменты, в маску имеете ввиду, которую вы сделаете после вот этого вот процесса. Напишите мне, какие прямые пигменты вы бы заложили бы сюда. И мы бы получили на выходе более красивое, как бы уже подготовленное полотно. Во-первых, мы поменяли бы с вами на минус. Это первый этап по всей голове. Так, Татьяна, я не поняла вопросы. Еще раз напишите, пожалуйста. И напишите мне, пожалуйста, какие прямые пигменты надо заложить в маску, чтобы, во-первых, у нас выровнялось полотно. Во-вторых, чтобы мы получили нейтральный оттенок. И в-третьих, чтобы мы с вами поменяли минусы на плюсы. Да, то есть вот лечение, оно именно тем и хорошо. Что вот много можно заложить сразу вот в одно действие. И вы тогда цвет уже при тонировании получаете гораздо лучше. Третье у нас с вами маска с наполнением. Помните, это и препигментация, и нейтрализация сразу заложены в одно. Да, и четвертый у нас с вами идет тонирование. Желто-фиолетовый. Прекрасно, да? Если у вас есть уже коричневые, сразу коричневые прямые пигменты, вы можете сразу сделать коричневыми прямыми пигментами туда добавить. Помните, коричневые прямые пигменты, это что есть? Это именно нейтрализованные. Мы с вами, Ларис, смотрите, желтые добавляем и фиолетовые. Что в итоге получается? Коричневые, правильно? Мы одно нейтрализовали другим. Поэтому, если у вас есть уже готовые коричневые, вы добавляете это... Вот смотрите, у нас прямые пигменты добавляются чисто визуально. Почему? Потому что они готовые уже, они уже открытый цвет. Когда мы с вами в маску добавляем коричневый прямой пигмент, вы смотрите, чтобы он получился бежевый. То есть добавляете столько, чтобы он вышел бежевым. Не коричневым темным, а бежевым. Потому что у нас бежевый цвет, как раз на десятке будет у нас бежевый. И вы как раз его добавляете на уровне десятки, и у вас тогда выравнивается полотно. Вы, во-первых... Ну, а если хотите все-таки еще похолодней, то еще добавьте туда... У нас тоже прямые пигменты, есть платина. Добавьте туда прямой пигмент платина. Потому что у нас на вот этот цвет очень хорошо ляжет розовый потом. Потому что платина у нас все-таки нейтрализует еще больше желтого, который у нас с вами будет заложен в наш коричневый цвет. Вы добавите коричневый и плюс еще платину. И будет у вас как раз прекрасный оттенок. Значит, вы нанесли в маске, посидели минут 20. После этого вы делаете уже обычное тонирование с полуторапроцентным оксидом. С полуторапроцентным оксидом. И мы с вами берем 9... Простите, 965 чистой. Да? Потому что мы с вами сделали уже нейтрализацию. Но, смотрите, вы же маску все равно как бы будете смывать. И вы увидите опять же цвет на волосах. Если вам потребуется еще что-то добавить дополнительное для нейтрализации, вы всегда можете добавить. По логике там уже будет подготовленное полотно. По логике ничего. Ну, кто знает, что у вас был за волос? Кто знает, как у нас будет осветляться? Это на самом деле всегда лотерея. Мы в теории все знаем, в практике все практически бывает наоборот. Да? Поэтому мы с вами, когда проговариваем, мы говорим да, но если, то обязательно добавить. Поэтому, когда вы маску уже смыли с припигментацией и нейтрализацией, вы увидели, какой у вас цвет получился. И мы с вами тогда делаем тонирование. Можете делать тонирование и уже на влажные волосы, потому что у нас с вами за счет этого будет подготовленный цвет. И этот подготовленный цвет мы с вами же довели до какого? У нас с вами приблизительно это все 10-3, как я уже говорила. Вот это вот 10-3 у нас с вами будет. Здесь у нас 10-04, 9-65 прекрасно ляжет на и тот, и тот оттенок. Потому что 9-65 у нас цвет темней. Там пигменты более насыщенные. Там больше пигментов содержится, чем в десятке. Поэтому мы с вами спокойно это все нейтрализуем. И это вот наше третье решение задачи. Первое решение задачи – это просто мы обесцветили с вами. И обесцвечивание у нас было, начинаем от корня, дальше с другим процентом пошли, да, с более слабым. Второе, потом тонирование. Только не забывайте, значит, у нас идет обесцвечивание, дальше маска, восстановление, дальше тонирование. Третье, значит, второе решение задачи – это у нас спецблонд, маска, то есть восстановление, тонирование. Тонирование у нас с вами идет уже на сухие волосы, когда мы работаем со спецблондом, потому что нам надо догнать, поднять еще выше наш фоносветление. И, соответственно, третье решение задачи – это у нас с помощью пасты. Нашей самодельной пасты, которую мы с вами сделали из спецблонда и порошка. Вот мы с вами это сделали, пасту. И с помощью этой пасты мы тоже можем осветлить волос. И когда мы здесь, естественно, мы не смотрим на седину, когда… и вообще, вы видите, мы с вами вообще нигде при спецблонде не рассчитываем седину, потому что у нас седина 40%. Нам это поможет, да? Когда мы делаем все эти манипуляции, у нас седина пустая, правильно? И мы с вами только что делаем. Мы разрыхляем, как бы, кутикулу и спокойно даем возможности провикновению цвета. Вот, поэтому седина у нас с вами сразу наполняется, напитывается цветом, который у нас есть. А на уровне, помните, девятки-десятки седину закрасить невозможно. То есть она приобретет какой-то оттенок, и она будет светлее, чем ваш волос, который вы делаете. Вот это вот на уровне пятерки. И в перемешку, когда все будет, у вас будет красивый цвет. Поэтому вот в данном случае мы с вами седину вообще даже не рассматриваем. Что как бы и упрощает, и усложняет, да, видите? Тоже потому, что вам надо учитывать, что седина может взять и фиолетового больше, и все, что угодно в себя забрать. Но вы когда делаете, вы каждый этап, вы видите каждый этап, и каждый этап контролируете. После спецблонда, когда вы осветлили, имеете ввиду второе решение задачи, вы увидите, ушло ли в какой цвет, ушло ли сильно в серый, либо нет. Поэтому при тонировании вы всегда можете поменять пропорцию. То есть на каждом этапе мы с вами можем что-то изменить. Даже когда мы делаем маску, если вы видите, что ушло в более серый цвет, чем вам надо, вы можете в маску, да, когда мы делаем это между этапом первым и тонированием, мы делаем в промежутке маску, то есть восстанавливаем волос. Вот на уровне маски мы с вами всегда можем что сделать? Всегда сделать нейтрализацию. То есть увести в нужный нам оттенок, для того, чтобы потом при тонировании у нас получилось то, что мы хотим. То есть вот это вот большие плюсы именно каждого этапа работы. Вы видите полотно после первого этапа, решаете, что делаете со вторым этапом. Сделали маску, посмотрели на выходе, какой получился. От этого и сделали уже рецепт для тонирования. То есть мы с вами все видим и нам проще, понимаете? Потому что каждый раз вы разглядываете базу и вам уже составление рецептов будет уже наглядно видно, какое более точное. И третье наше с вами решение задачи, это когда мы с вами добавили в порошок. Здесь мы пигменты с вами не учитываем совсем. Еще раз напомню, мы берем чистый пустой порошок, вернее спецблонд, потому что когда мы добавляем порошок, все, порошок съедает все цвета. Все, это бесполезно. Поэтому берите пустой, чистый. Через 20 минут на 8-3 наносим, через 30 минут на 9-3 смываем в свое время, как положено. И потом опять же маской мы делаем нейтрализацию и делаем тонирование. После этого всего. Все, значит, мы с вами решили эту задачу. Напишите мне, пожалуйста, задача понятна-непонятна. И мы с вами тогда делаем перерыв и возвращаемся, встречаемся в час. И будем уже решать следующую какую-нибудь задачу. Вы можете подготовить какую-то задачу для меня. Я еще раз повторю, что я ее решу вместе с вами. Прямо в прямом эфире разберем эту задачу, которая для вас будет более сложная. Напишите, все ли понятно. И делаем тогда с вами перерыв. Понятно, отлично, Ларис. Все, значит, тогда я буду довольствоваться, раз ничего не пишете. Встречаемся в 13.00 по Москве. Всех я вас жду. Ангелин, всех жду. Не забывайте появиться, потому что еще порешаем. Мне нужно, чтобы вы разобрались попунктно, как к каждому подходить. То есть мы с вами рассматриваем общую проблему, потому что у нас люди приходят с этими проблемами. Сейчас какую-нибудь еще задачу мы с вами разберем. Так что в час встречаемся. Давайте отдыхайте. Попейте чайку. Пока. Попейте чайку.